Сегодня я расскажу про то, какая одежда нужна для йоги и какой инвентарь. Существуют некие стереотипы, что йогой занимаются люди в такой очень облипающей одежде, где топ или какие-то кофточки из синтетики с рукавами, штаны, где какая-то высокая посадка, здесь все пережато передо мной. На самом деле одежда для йоги должна быть из натуральных тканей и желательно свободная. Это нужно для того, если вы хотите действительно заниматься йогой, а не просто растяжкой. Есть и силовые, есть и кардио, поэтому вы будете потеть. Если у вас будет все это облипать, вся ваша одежда, тогда циркуляция воздуха не будет около вашего тела. Весь пот, который вы выделяете, останется на вашей коже и не впитается в вашу одежду, потому что синтетика не впитывает. Такие костюмы прекрасные для йоги, которые продаются везде повсеместно и не ходят на фитнес, можно надевать на несколько занятий раз в месяц условно, чтобы профотографироваться, и все, не больше. Это очень опасно. Это может вызвать потницу, самое такое неприятное, вот эти красные крапинки. Дальше это может привести к банальному перегреву. И следующее, это просто от вас будет очень неприятно пахнуть. Хотя кажется, что ваш пот как будто бы должен остаться там, где-то внутри вас. Но на самом деле, не так впитываясь, пот, бактерии не размножаются дальше. Следующее, коврик. Вообще можно заниматься и без коврика, хоть на земле, хоть в воде, где угодно. Но если вы все-таки покупаете себе йога-коврик, то желательно, чтобы это был натуральный коврик, например, каучуковый. Этот материал довольно прочный. Он выдержит абсолютно любые сминания. Ну, наверное, только лапа вашей кошки не выдержит. А так, самый устойчивый материал. Это дорогие ковры. Там тоненько начинается от, по-моему, трех тысяч и выше, но это окупится со временем очень серьезно. Пластиковые, такие красивые, с рисунком ковры. Они недолговечные. Они очень сильно крошатся. И мелкая пыль потом попадает на вашу кожу, ваши легкие. И вообще, в общем, это не супер не экологично. Также есть, если вы приходите заниматься в зал, и у вас есть какие-то соображения по гигиене, можно покупать полотенца хлопковые, такие длинные и большие. Размер коврика приходить, расстилать их, заниматься как будто бы на своем индивидуальном коврике. А так у нас коврики проходят обработку. Следующий момент по поводу обработки. И вообще, когда мы приходим к занятиям, естественно, мы моем руки. Кто-то об этом забывает, но это вот такая базовая вещь, которая необходима. Мы моем взять на руки или же пользуемся антисептиком. Также вы можете заметить, что у меня носки. Хотя йоги, настоящие йоги занимаются босиком. У них там кольца на пальцах, тоже браслеты, вот как у меня. И они, там, татуировки, может, какие-то нога. Но смысл-то в том, что мы живем в современном обществе, и несмотря на всю обработку мутиополов и так далее, есть риски заразиться всякими не очень приятными болячками. Такой, как грибок. Элементарный грибок, да. И можно заразиться, можно не заразиться. Так как мы занимаемся в зале, и мы действительно занимаемся, не просто сидим и позируем для фотографий, мы потеем, и поэтому пот с ваших стоп. А стопы тоже потеют, да, все об этом знают. Он попадает на коврик, потом на ваши руки, вы этими руками почесали лицо, и до свидания. Так, мы надеваем чистые носки перед каждым занятием, пот остается на носках, вы потом собираете их, стираете дома, и все. Никто не пострадал. Если вы не хотите надевать носки, прямо-таки с пальчиками носки, очень удобно для занятий, можно использовать тоже антисептиком. То есть вы можете, в принципе, даже быть разутым, но только не в моем зале, я не разрешаю такого. Попшикать ногу до занятия, потом после занятия, и все. И хорошо. Следующее, что по инвентарю, это блоки. Неподорядных видов у нас это блоки из дерева натуральная. Это тоже, в принципе, к натуральности материалов относится. Я рекомендую брать натуральный материал, тем более такой вот куб, который из сосны. Ну, потому что он вкусно пахнет. Так, еще он служит дополнительным весом. Допустим, нам нужно сделать какое-то вытяжение. Мы работаем с плечом, мы аккуратно выводим куб, и начинаем двигать плечом. Это небольшой достаточно вес, но он нам тоже помогает в занятиях. Так, следующее. Одеяло у нас это шерстяное шерсть же, да? Натуральная, по-моему, стопроцентная шерсть. Это стопроцентная диральная ткань, материал. И мы занимаемся с одеялом, когда нам нужно смягчить колено, например, к кисевому поре колени, потому что часто у людей ситуация с коленями. Когда нам нужно полежать на полу, если пол прохладный. Когда нам нужно, например, с помощью полежать, как-то вытянуть спину, скрутить небольшой валик. Тоже мы используем одеяло. Ну, про натуральность материалов еще расскажу. Самое важное – это здоровье. Натуральные материалы, они прекрасны. Они не аллергенны и долговечны вам служат. Следующее – это волстер. Нам сие приспособления нужно, чтобы сидеть комфортно, потому что много, что мы делаем сидя. И также сидеть, чтобы колени наши были ниже бедер или хотя бы на одном уровне. Вот так сидеть не все могут. Чаще всего люди сидят, приходят и сидят вот так вот. У них колени очень высоко находятся. Из-за этого чрезвычайно большая нагрузка на брюшную полость. Здесь у нас сустав достаточно сильно претерпевает загрузку, поэтому не все так умеют сидеть. И волстер нам нужен для того, чтобы наш таз приподнять и эту нагрузку убрать, так, чтобы наши колени доказались ниже. Также волстер помогает при вытяжении спины, когда мы отдыхаем. И такая подушка – это как приспособление для начинающих. Потому что то же самое сделать перевернутую классическую березку, тоже можно все это сделать с помощью волстера. И мы на занятиях это делаем. Вот. Все. А, еще, еще, последнее. Собирайте девушке волосы на занятиях. Никому не приятно от вашего взмаха, вашей гривы пушистой, находить в своем носу, в глазу ваши волосы. Да. И потом, кто убирает зал, тоже, знаете, не самое приятное, чтобы тут собирать эти, создавать куклу воду. Короче, это не очень. Надо собирать волосы, чтобы они вам не мешали, никому не мешали. Особенно там с лоба, потому что вот это посреди занятия, ну, такое. Особенно если там тишина такая. Снимаю медитативное состояние тут. Ну, мы поняли. Так это такое уже наболевшее было. Ну, конечно, кольца с руками снимаем. Браслеты, которые мешают, снимаем. Там украшения большие тоже все снимаем. Это неудобно, непрактично, и еще можно сломать. Все, я все сказала. Я все сказала.